Как новые технологии повлияют на нашу жизнь в будущем или, скажем, в ближайшие 10 лет? Этим вопросом озадачены футурологи. С одним из ведущих экспертов в этой области, Руди Де Вейли, пообщались с моей коллегой. Руди, вы много говорите о профессиях. Ваша профессия звучит как стратег-футуролог. Что это значит? Поясните. Мы анализируем различные сценарии того, что будет. Прогнозируем, что будет происходить дальше. Также мы работаем с интуицией. То, что тяжело определить и чему сложно дать определение. Мы не предсказываем, но сознательно создаем сценарии, которые необходимы. Потому что именно мы можем решать, какое будущее нас ждет. Сейчас появляются новые технологии. Как это влияет на рынок труда? Какие профессии будут востребованы в течение, вернее, через 10 лет? Какой совет вы могли бы дать подрастающему поколению? Ну, какие профессии обратите внимание? Коротко, если можно. Все, что касается рутины, все исчезнет. Будь то работа в офисе или на фабрике, это заменится технологиями и роботами. Если честно, это замечательная новость. Потому что это то, что нам не нравится делать. Также нужно обратить внимание на работу с людьми. Исчезнут профессии, которые касаются финансовой сферы. Бухгалтерия, администрирование. Это станет так называемой сферой технологической экономики. Совет для юного поколения. Обращайте внимание на работу, которая подразумевает взаимодействие между людьми. То, что нельзя скопировать. Обратите внимание на развитие критического мышления. То, как мы можем сделать вместе общество лучше и развивать в нем коммуникации. Поговорим про технологические тренды. Блокчейн, искусственный интеллект, дроны и так далее. Возникает такое ощущение, что вокруг этого просто сейчас хайп. И на самом деле оно не так распространено и не так будет распространено, как об этом говорят. Что сейчас реально работает, а что так и останется игрушкой, баловством. В самом начале всегда хайп. Вокруг новых технологий много ожиданий. Просто мы должны понимать, какой будет потенциал и то, как применять технологию. Для этого требуется время. И со временем разрабатываются именно те технологии, которые мы можем развивать. Как вы считаете, может ли технологический прогресс пойти во вред обществу? Ну, например, расслоение общества, либо спровоцирует лень? Я верю в человечество, в тот баланс, который мы можем найти. Несмотря на то, что сейчас рост технологического прогресса. В долгосрочной перспективе я уверен, что человечество ожидает только хорошее будущее. Руди, спасибо.